Привет, с вами Криптонист. Сегодня мы рассмотрим процесс отправки и получения платежей и увидим, как после этого будут отображаться транзакции в истории нашего кошелька. Также я покажу способ получения платежей без использования аппаратного кошелька. Приступим. Предположим, мы хотим, чтобы на наш кошелек перевели валюту Dash. Первое, что необходимо сделать, это переключить в личном кабинете режим работы с криптовалютами на валюту Dash. Слева в верхнем углу выбираем валюту Dash. Переходим в раздел «Получить» и жмем на кнопку «Получить адрес». Вводим наш пин-код. Теперь мы видим окно с публичным адресом. Обратите внимание, что на дисплее устройства тоже отобразился публичный адрес. Нам необходимо сверить адреса, это сделано для того, чтобы обезопасить себя от фишинга. Помните, устройство всегда показывает правильный адрес. После сверки адресов жмем на устройство кнопку «Континью». Теперь осталось скопировать адрес или QR-код и отправить его отправителю. После того, как отправитель переведет Dash, мы переходим в раздел «Транзакции». И первое, что мы увидим, это появление новой транзакции. Я хочу обратить внимание на то, что может быть сообщение «Unconfirmed», говорящее нам, что транзакция еще не подтверждена пламя сети. Из предыдущего видео мы помним, что скорость подтверждения транзакции зависит от установленной комиссии, которую выбрал отправитель. Как только транзакция получит подтверждение, вы увидите вместо сообщения «Unconfirmed» время подтверждения, и это будет обозначать успешное получение средств. Давайте немного изучим данный раздел. У транзакции мы видим дату, время, адрес и количество полученных средств. Сверху мы видим исходящий остаток счета. В данном разделе мы можем найти ту или иную транзакцию с помощью поисковой строки, использовав адрес, дату или сумму, и в случае необходимости экспортировать все данные в CSV таблицу. График для удобства можно открыть, либо закрыть. Для получения платежей не обязательно всегда иметь при себе кошелек. Достаточно знать свой публичный адрес в виде текста или QR-кода. Поубедиться, что средства поступили к нам на счет, мы можем с помощью онлайн-сервисов, где можно ввести свой публичный адрес и увидеть, сколько средств было отправлено. К примеру, мы вспомнимся сервисом «Инсайт». Ссылка на данный сервис будет в описании к данному видео. Переходим на данный сайт, вводим в поисковую строку наш публичный адрес и нажимаем Enter. Как видите, появилась информация о нашем публичном адресе, сколько средств было получено, сколько отправлено, финальный баланс и количество транзакций. Согласитесь, намного удобнее идти на сделку и проверять поступление средств через браузер вашего мобильного телефона, нежели брать с собой Trezor и светить им перед посторонними людьми. Важный совет. Используйте разные публичные адреса, так как использование одного и того же публичного адреса подрывает вашу анонимность. Именно поэтому в кошельке Trezor при каждом новом получении средств нервируется новый публичный адрес. Вы можете проверить это, перейдя во вкладку «Получить». Сверху, над зеленой кнопочкой, будет надпись «Показать предыдущее». Нажимаем на нее. После этого отобразятся наши прошлые публичные адреса, которые были взаимодействованы при транзакциях. Также вы можете сгенерировать новые публичные адреса путем нажатия на кнопку «Больше адресов». Теперь перейдем к отправке средств. Предположим, мы хотим отправить полученные Dash'и нашему общему другу, который прислал нам свой публичный адрес. Также сначала сверяем, что мы отправляем и на какой адрес. В данном случае мы переводим Dash, поэтому выбираем из списка валют валюту Dash. Далее переходим во вкладку «Отправить». Вводим публичный адрес нашего друга. Вводим необходимое количество передаваемых средств. Выбираем комиссию и нажимаем на кнопку «Отправить». На устройстве нам будет необходимо подтвердить выполнение транзакции. Сначала мы сверяем адрес, а потом подтверждаем отправку. Готово. И напоследок ответ на часто задаваемый вопрос. Взымает ли компания Satoshi Labs, производитель Trezor, свою комиссию за проведение транзакций? Конечно же нет. Вся комиссия в полном объеме уходит на содержание сети той или иной криптовалюты. Спасибо вам за просмотр видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!